Здравствуйте! В эфире Азовинфоспорт в студии Александр Истомин. В конце минувшей недели хоккейный клуб ТАНА провел две домашние встречи с лидером российской суперлиги по хоккей на траве. О результатах игр в следующем репортаже. 24 и 25 августа хоккейный клуб ТАНА на своем поле принимали Казанское Динамо. Лидеры турнирной таблицы почти вдвое опережают команду, которая представляет не только наш город и район, а весь регион в целом в этом виде спорта. Хотели, мы воплотили это в дело и забрали свои три очка положенные. То есть, я считаю, выступили с командой, которая чемпионы России, 13-кратные. Я считаю, это нормально и для молодых, и для всех это такая мужественная игра. Я считаю, здорово. Говорю, ребят, пора становиться уже взрослой командой такой, которая должна уже побеждать. И второе, сегодня у нас у капитана день рождения, я говорю, давайте сделаем ему подарок. После первой проведенной встречи, которая прошла на равных, победителя выявили в серии послематчевых штрафных бросков. Вторая встреча по тактике и накалу совсем не уступала по зрелищности первой игре. Опытная и возрастная команда смотрелась как единая машина, для которой нет преград для достижения цели. Открыв счет в матче, казанцы организовали школу атак на ворота голкипера Ивана Ожирелева, которые он мастерски отразил. Сдержав натиск соперника и поймав его на контратаке, к концу первого периода Тана сравняла счет. Похожая картина сохранялась и во втором периоде матча. Надежность голкипера и скорость нападения в тандеме позволили вырвать волевую победу у мастеровитой и опытной команды из Татарстана. Итог игры 2-1 в пользу Таны. «Было очень тяжело, так скажем. Ну, самое главное, что мы выполнили установку, которая была нам дана на обе игры. Немного вчера не дотерпели, в концовке пропустили. Ну, вели по счету, в концовке не дотерпели. Немножечко, чуть-чуть, чуть-чуть. «Адварь, что мы говорили, не забудь». Чуть-чуть не хватило, пропустили. Ну, а булиты, это, как говорится, уже лотерея. Тут немножечко нам не повезло. Хотелось бы сказать огромное-огромное спасибо всей команде, всем ребятам, тренерам, болельщикам. И сегодня мне сделали такой великолепный подарок. У меня сегодня день рождения, и мы выиграем чемпиона России. Ну, для меня это самое-самое такое, главный подарок на сегодня. Сезон подходит к своему завершению, но подводить итоги пока рано. На данный момент Тана занимает четвертую строчку в турнирной таблице. И ее отделяет одно очко от тройки лидеров, которую замыкает «Динамо-строитель» из Екатеринбурга. Ну, остались вот две игры, то есть шесть игр осталось. Две игры с метростроем дома, две игры с Екатеринбургом и две с Москвой. Александр Истомин, Азовинфоспорт. В Минске с 15 по 20 августа прошли международные соревнования, открытые славянские игры по прыжкам на батуте. Воспитанница школы Олимпийского резерва номер 9 Екатерина Катрушенко заняла второе место, уступив золото лишь спортсменке из Белоруссии. В соревнованиях принимали участие 78 спортсменов из 16 стран. О том, как проходили соревнования, рассказал тренер Екатерины Геннадий Парфенов. Она не думала, что она обыграет, она честно призналась, говорит, я не думала, что обыграет с Минска девочек. Но она пошла ва-банк. В общем, они сначала проходили пять двойных, и она еле-еле зацепилась за финал. Восьмой попала в финал. А в финале, думаю, пойду я уже полностью на семь двойных. И пошла в семь двойных и прошла очень хорошо. Так что мы готовили и пять, и семь двойных, и шесть двойных мы готовили комбинацию. Она сделала мне подарок. На мой юбилей, который проходил 25 июля, мне исполнилось 60 лет. Я думаю, что она достойно выступила. Теперь мы готовимся к первенству мира, который пройдет в Болгарии, по-моему. Ну, будем стараться поехать на это, в первенство. С началом учебного года перед родителями стоит серьезная задача. Как и чем занять своего ребенка в свободное от учебы время. В нашем городе предоставлен достаточно широкий спектр направлений, среди которого можно найти занятия по душе. Для тех, кто выбрал спортивное направление, наш следующий сюжет. Спортшкола Олимпийского резерва в Азове охватывает своим вниманием более полутора тысяч воспитанников. 42 тренера-преподавателя обеспечивают непрерывный процесс тренировок в течение всего дня. Несколько групп и смен позволяют выбрать удобное время для посещения секций. Это крупнейшая школа в области, 1520 детей. У нас областное финансирование. Мы работаем по 10 видам спорта. 10 видов спорта дети занимаются у нас спортивной подготовкой. По всем видам спорта в этом году у нас и на следующий год у нас запланированы этапы начальной подготовки. Дети получают у нас умения и навыки по всем видам спорта. И это способствует их большим спортивным достижениям. Наша школа всегда входит в тройку в областном конкурсе на лучшую постановку спортивной подготовки в спортивных школах. Результаты очень впечатляющие. У нас хороший тренерский коллектив, квалифицированный, который позволяет добиваться этих хороших результатов. Что касается набора. Занятия у нас бесплатные. Приходите, посмотрите. Выбирайте для своего ребенка вид спорта, который ему подходит. Посоветуйтесь с тренерами. Хоккей на траве, греко-римская борьба, парусный спорт, прыжки на батуте, академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ. Футбол, бокс и плавание. По этим спортивным дисциплинам ежедневно ведется работа в шор номер 9. Она направлена на обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ростовской области. Что позволяет принимать участие не только на всероссийских соревнованиях, но и на международных турнирах. Бокс, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба, велоспорт и гребной спорт с 10 лет, плавание и прыжки на батуте с 7 лет, хоккей на траве и парусный спорт с 9 лет, футбол с 8 лет. Если у вас ребенок немножко постарше, но он физически развит, приводите, тренер посмотрит, оценит его спортивную подготовку, оценит его физические качества и возможно мы его запишем, даже если он немножко старше, чем это требуется для набора. Помимо областной спортивной школы в Азове, также есть и другие учреждения с не менее интересными видами спорта, такими как акробатика, баскетбол, шахматы и другое. Но о них мы расскажем в следующих выпусках. Александр Истомин, Азовинфоспорт. И это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.